Привет! В данном видеоролике речь пойдет о кейсе для модульных синтезаторов. Модульный синтезатор это синтезатор, который нужно собирать самому. Он состоит из модулей, плата питания и кейса. В 2014 году я купил свои первые модули, это были функциональные модули от компании Make Noise. И передо мной стояла задача, какой же кейс выбрать. Я мог купить Monorocket, это был такой кейс из фанеры и обшит синтетическим материалом. Он стоил очень дорого, в районе 1000 евро. Ну, может быть, с доставкой где-то так выходил. И был еще кейс Допфер, это более заводской вариант. Он, правда, был вот такой толстенный, он подходил только для студии. Поэтому я не решился. И, почитав формы, многие делают кейсы из фанеры, и я также сделал себе кейсы из фанеры. А, еще, кстати, чуть-чуть попозже появился кейс Enclave. Он представлял собой крышку и сам кейс. И в крышку тоже можно было, еще два ряда модулей. И в кейс два ряда. То есть, как бы, два кейса в одном стоил еще дороже. Такой мог позволить себе только Ричард Дивайн. Спустя какое-то время модуль стали очень популярны. И компании стали развиваться, и модульные кейсы тоже стали выпускать. Даже в России есть компания, которая производит кейсы. Это МДР. Очень неплохие кейсы. Люди покупают их по всему миру. Но на тот момент я решил сэкономить денег. И все где-то тысячу евро я мог просто потратить на модули, что, собственно, я и сделал. Вдохновило меня на создание нового кейса. Во-первых, моя студия новая. А во-вторых, эпоха 70-х. Когда оборудование выглядело примерно вот так. Она имела технические вырезы. Вот такие симпатичные была ярких цветов. Ну и довольно стильная по дизайну. Для начала я собрал доску на Пинтерс. Очень много всяких прикольных синтезаторов. Раньше было. Это рендеры. Дальше в иллюстраторе я создал макет. Синий, кстати, еще не сделал. Может, в будущем буду делать. Вот готовый результат. Толщина фанеры 6 мм. Потому что лазер больше не может вырезать. А эти дощечки уже 1 см толщиной. Это бортики. И детали для крышки. В принципе, ничего сложного. Нужно собрать как LED-конструктор, только с клеем. Такие деревянные шканты. Они проклеиваются. Деруки протерливаются. Все соединяется. Если что-то будет неровное, потом просто зашлифую. В качестве струбцина я использовал вот такие вот системы Joker. Просто умение струбцина. Это нужно для того, чтобы дощечки склеить. Теперь шлифовка. Довольно грязный процесс. Щели нужно зашпотлевать. И снова отшлифовать. Вот мой старый кейс, первый. С него я скрутил фурнитуру. Цвет я выбрал желтый. Краска на водной основе. Кстати, так себе вот эта краска, именно вот эта модель. Декурил хорошая, но именно модель не очень. Потому что пришлось красить несколько слоев, чтобы закрасить даже цвет дерева. Готовый результат. А вот они готовы. Нужно еще шлифовать. То есть полировать. Оставшиеся щели также шлифуются. После чего нужно покрасить будет еще разок. Но уже губкой и краску нужно разбавить водой. Процесс монтажа платы. Плата Make Noise. А вот рельсы у меня кастомные. Я купил их в Леруа Мерлен. Это какой-то сайдлайн или как так называется. Единственный минус. В него не влезает гайка М3. И поэтому мне пришлось заказать из США также гайки М2.5. И в ближайшее время я планирую собрать еще один или два кейка. Потому как количество модулей увеличилось. И по смыслу мне хочется тоже теперь их разбить. Большое спасибо всем, кто смотрел это видео. Подписывайтесь, ставьте лайк. Я буду продолжать снимать видео из своей студии. Если у вас есть какие-то вопросы, спрашивайте. Я с удовольствием на них отвечу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok